Да, здравствуйте. Одесса такой город, вокруг которого сейчас очень много шума и очень много репортажей, очень много интервью. Мы тоже в свою очередь решили взять интервью у жительницы города Одессы и хотели бы задать несколько вопросов о том, как живется сейчас в этом городе. Вот Одесса – это исторически сложившийся опыт совместного проживания десятков национальностей. Все они гордо называют себя одесситами и никогда не делились по национальному признаку. Скажите, пожалуйста, сохранилось ли это единство и дружественность по отношению друг к другу у горожан? Здравствуйте. У нас бытует такое мнение, что одессит – это сама по себе нация. Соответственно, у нас изживаются люди разных вероисповеданий, конфессий, разных национальностей. И я думаю, что все-таки сохранила Одесса в себе это уважение ко всем, кто проживает, ко всем, кто приезжает к нам в гости. И вообще уважение к любой нации и к любому народу. Но немножко, конечно, Одесса изменилась. Интересно, как прошли эти 23 года украинизации, скажем так, после развала Союза? Каким городом считает себя Одесса, принадлежащим к Украине? Или вот это вот, как вы говорите, отдельное ощущение себя от, не то чтобы от государства, потому что все равно в едином экономическом пространстве проживаем. А чем считает себя Одесса? Что в эти 23 года произошло для нее? Ну, я думаю, все-таки 80%, я, наверное, не совру, считают себя все-таки, даже не Россией, СССР. То есть настолько люди привыкшие к тому менталитету, к тому воспитанию. Ну, 20% есть, конечно, которые кричат, что Одесса – это Украина, Одесса должна быть обязательно в составе Украины. Хотя согласны, что такая Украина, как сейчас есть, она им тоже не нужна. То есть мнения все-таки людей разделились. У Одессы очень интересное географическое положение и очень сложное в данной ситуации. Вот во время конфликта в Приднестровье множество одесситов помогали нашим соседям, принимали беженцев целыми семьями. Сейчас жители непризнанной Республики Приднестровья, в свою очередь, теперь переживают за одесситов. Насколько я знаю, в Киеве об этом известно. И граница с Приднестровьем очень плотно контролируется, охраняется. Так ли это на самом деле? Да, на самом деле это так. И сегодня уже киевские власти Верховной Ради кричат о том, что нужно закрыть обязательно границу с Приднестровьем. То есть я думаю, что они все-таки боятся массово того, что люди уедут. А, как сказать, люди, мирное население – это их щит. Это более не менее, они себя чувствуют защищенными и думают, что все-таки у тех, кто придерживается мнения Одессы, Одесса за Россию, Одесса самостоятельный город, да, они все-таки более, не люблю слово, толерантные, да, они все-таки более добродушные и они никогда не пойдут на мирных жителей. Поэтому чем больше мирных жителей останется в Украине, тем больше они себя чувствуют защищенными. И думаю, что паника закрыть Приднестровскую границу связана именно с этим, чтобы люди не уезжали масса. То есть о возможности, скажем так, контингента российских войск из Приднестровья или добровольцев из Приднестровья, чтобы они приезжали в Одессу, мне кажется, это угроза они не рассматривают. Они хотят, чтобы беженцы не хлынули в ту сторону. Я думаю, что это, конечно, они рассматривают, но дело в том, что при таком большом наличии правого сектора, всяких национальных гвардий, там у нас очень много разных всяких батальонов, сейчас в Одессе появилось вообще не пойми, кто они, кому они принадлежат, и как они вообще рассматриваются в нашем государстве, да, то есть защищают они нас или нет. Они, ну, сюда было бы глупо ехать тем, кто хочет помочь. Очень глупо, потому что, по крайней мере, в маленьком количестве поодиночку, потому что очень сильно, да, посты, которые просматривают, которые пограничники очень жестко разбирают, да, тем более, что я знаю, что те, которые едут из Приднестровья в Россию, они стараются лететь на самолете именно по той причине, чтобы миновать Украину, потому что к жителям Приднестровья тут тоже относятся довольно-таки предвзято. Мы с Приднестровьем более-менее разобрались, а вот что в городе, в Одессе говорят о возможной угрозе со стороны Румынии? Ну, я думаю, что Одесситы еще до конца не думают о том, что Румыния может на нас напасть, может как-то делить наши границы, то есть, ну, люди настроены как? Однажды румыны уже попытались захватить Одессу, ну, и все знаем исторически, чем это закончилось, так что не думаю, что конкретно население всерьез рассматривает, что румыны попытаются нас захватить. Вот, насколько я знаю, Одесситы практически самыми первыми отреагировали на изменения политической обстановки в Украине, и 23 февраля, насколько я знаю, прошел массовый марш протеста, собравший более 30 тысяч участников, так ли это было на самом деле? Да, на самом деле это было так, шествие было очень огромное, очень большое, но опять же, то, что Одесса собрала, это были не все только жители Одессы, был рядом Ильичевск, был рядом Южный, то есть это маленькие города, на которых там от Одессы буквально 40 минут езды на любой маршрутке, поэтому люди были, в принципе, со всей области, это было, да, действительно так, люди выходили и люди были против существующего правительства. То есть каждое воскресенье приезжали люди из ближайших городов, да, а также Одесситы, каждое воскресенье выходили на марши протеста, кричали лозунги, фашизм не пройдет, транспаранты, флаги, все это было. Сейчас этого нет, насколько я знаю, да? Ну, конечно, после 2 мая этого вообще нет. То есть помимо того, что наша мэрия как бы запретила, да, массовые сборы, причем с любой стороны, так и, например, те, которые находились на Куликовом поле, активисты, они призывают к тому, чтобы люди массово не выходили на улицу, они боятся повторения событий 2 мая, поэтому, как они переживают за людей, они советуют все-таки людям не собираться такими группами, во избежание всяких провокаций, и, конечно, они боятся, что люди могут и умереть, и получить ранение, и просто не вернуться домой, и в числиться в безвести пропавших. А как горожане относятся к активистам Антимайдана, вот про которых Вы говорили, которые собираются на Куликовом поле, и также интересует, почему в городе, вот, до 2 мая, почему было сразу несколько движений Антимайдана, в частности, я знаю, была Одесская дружина, народная дружина, как они между собой контактировали, и почему такой вот разброд был? Ну, я Вам скажу, насколько я поняла, активисты реально стояли только на Куликовом поле. Одесская дружина, народная дружина, я не знаю, кто это такие, я про таких никогда не слышала, насколько я понимаю, те, которые выставили блокпосты вокруг Одессы и сказали, что Одесса провозгласила себя народной республикой, то бишь, это была Одесская дружина и народная дружина, то это были представители нынешнего правительства, которые создали такую атмосферу в городе, якобы мы все-таки поддерживаем Юго-Восток, то есть мы тоже независимая Одесская республика, но при этом люди успокоились, думали, что да, вот мы поддерживаем всех, то есть мы за Крым, мы за Юго-Восток, но в итоге оказалось, когда происходили события 2 мая, с этих блокпостов все люди были на Куликовом поле со стороны Евромайдана, то есть там люди были, которые убивали и стреляли, и после 2 мая, как бы еще буквально через неделю, все блокпосты вокруг Одессы были сняты, и на этом все дело закончилось, то есть то, что Одесса объявила себя народной республикой, это людей ввели в большое заблуждение. То есть блокпосты, которые до 2 мая были под Одессой, они официально говорили, что они принадлежат к движению антимайдана, потому что, насколько я знаю, там были люди, которые с желто-плакитными флагами размахивали и кричали о единстве Украины. Нет, те, которые размахивают желтыми флагами и кричат о единстве Украины, это Евромайдан, это не антимайдан. Антимайдан, это те, кто были с георгиевскими ленточками и те, которые были с флагами Одессы. Вот на всех блокпостах, которые были вокруг города, были выставлены только флаги Одессы. Ни одного национального, то есть государственного флага украинского там выставлено не было. Поэтому люди, которые были в Одессе, они 90% были уверены, что это блокпосты антимайдана. То есть людям внушили уверенность такой в безопасности, а потом, воспользовавшись этим, сделали такую жуткую расправу, которая была 2 мая. Я правильно понимаю, да? Да, вы правильно понимаете. Причем, когда в Одессу прибыл первый отряд национальной гвардии, люди настолько были возмущены, вышли к Евромайдану. Там очень многие возмущались присутствием национальной гвардии вообще в Одессе. То есть это там, я не знаю, количество, может, 50 или 40 человек, сколько их прибыло, им не дали даже выйти из мэрии. То есть люди настолько были возмущены их присутствие в городе, очень поднялся большой скандал, большая шумиха. Поэтому всех, кто участвовал 2 мая в событиях на Куликовом поле со стороны нашего правительства, их завезли в Одессу небольшими группами под видом футбольных фанатов. То есть то, что было 2 мая, это была хорошо спланированная акция, спланирована заранее, люди были завезены заранее под видом футбольных фанатов. И все, что там происходило, было с договоренностью с Евромайданом. То есть они договорились с Майданом, что вот будет такое шествие, когда пойдет Майдан, когда пойдут провокаторы, там все это было оговорено заранее. И даже на Куликовом поле, то есть обычно, когда происходят такие события в городе, я всегда включаю веб-камеры. Камера, которая была на Куликовом поле установлена в момент, даже еще когда не горели палатки, то есть еще задолго до пожара и до того, как туда пришли представители правого сектора, была, не знаю, как это правильно сказать, технически, в общем, она показывала события не 2 мая, она показывала события 29 апреля. И все время, то есть в течение всего времени, которое происходило на Куликовом поле, вот это побоище, потом еще дня 3 или 4, пока стояло оцепление вокруг здания милиции, камера показывала 29 апреля. То есть это была заранее спланированная акция, скажем так, устрашение горожан, одесситов, которая, ну, наверное, сработала, потому что одесситы действительно сейчас и не выходят на такие масштабные акции, как это было до 2 мая. А сейчас в городе чувствуется ли страх? Вот сегодня уже конец июня. Есть ли недоверие между горожанами? Чувствуется ли страх и наэлектризованность такая вот среди горожан? Ну, я вам скажу, сказать, что прям чувствуется очень страх. Это только, как вам сказать, только в том, чтобы не выходить на массовые организации. Люди, например, могут стоять на рынке, спокойно обсуждать, как и Майдан, так и Евромайдан, как и сторонников нашего нынешнего правительства, так и сторонников ополченцев, в бои ополченцев. Очень многие люди переживаются, чувствуются, страдают, причем не скрывают этого, разговаривают об этом. Ну, конечно, все шутят, у нас одесса всегда шутит. Вот мы, например, приходим в гости к друзьям, да, и мы теперь здороваемся, не иначе, как привет сепаратистам, и все в таком духе. Но пока конкретно страха такого, чтобы люди прям боялись друг друга, нет, есть страх массово, без оружия выходить, собираться в сборище, да. Люди поняли, это бессмысленные жертвы, что, ну, бессмысленные жертвы никому не нужны. Идти с голыми руками по танке БТР, который у нас после 2 мая был полный город, это безумие, все это прекрасно понимают. А недоверия друг другу большого я не увидела. То есть после 2 мая город, после того, как добились, да, запугали, еще потом были танки, БТРы, а сейчас в городе заметно присутствие войск, нацгвардии, бойцов правого сектора, наемников. Вот сейчас горожане считают, что город находится в оккупации? Ну, конечно, даже если не заметно их присутствие, у нас каждый день в новостях обязательно где-то проскальзывают. Там национальная гвардия приехал в Одессу, полк такой-то там, допустим, вот охраняли, когда русское посольство, да, кстати, ну, не надо даже говорить о многом, вот когда 16 июня была акция возле русского посольства, там всем было видно, да, были записи, видео, что было арестовано два человека, у которых нашли взрывчатку. Арестованы они были как раз с евромайдановцами они пришли. И взорвать эту бомбу они должны были именно там. То есть они должны были убить большое количество евромайдановцев. То есть тех, кто поддерживает наше правительство. Но сегодня в новостях я, например, прочла, что эти люди, им предъявлено обвинение не в преступлении подготовки террористического акта, а просто подготовка к убийству. То есть это две совершенно разные статьи, два совершенно разных наказания. О чем это говорит? Что людей опять хотели стравить, но когда попались их люди непосредственно, да, опять же непонятно, какой батальон их там схватил, тоже неясно, кому он принадлежит, то они сразу решили им смягчить наказание. То есть присутствие этой гвардии национальной, всяких разных их там правого сектора и всего такого остального в Одессе видно постоянно. потому что какая, что не проходит, какая организация не проходит, очень много разных всяких этих, сгоняют батальонов, поэтому люди, даже не видя их, четко знают, что они здесь есть. То есть вот эта тактика, которая сработала на Майдане, когда стреляли по своим, и обвинили потом кого-то другого, народ взбесился и начал крушить и ломать. То же самое, что 2 мая было в Одессе, когда погибло несколько активистов Евромайдана огнестрелом, огнестрельными ранениями с крыш, по-моему, там стреляли, опять же, это была провокация и опять разбесили толпу. Вы хотите сказать, что 16 июня тоже планировалась такая акция, когда надо было убить своих и обвинить в этом кого-то, да? Ну, конечно, это был точно такой же сценарий, но дело в том, что то, что касается 2 мая, я бы не сказала даже, что они разъярили толпу, нет, они были сами этой толпой, потому что это было четко поставлено театрализованное представление. То есть все, которые были с одной стороны, со второй стороны, это все был правый сектор, потому что люди, которые приехали, фанаты, смотреть футбол, это все началось еще до начала первого тайма. Люди сидели все на стадионе, потому что лично мои друзья в тот момент находились на футбольном матче, они его смотрели, и все болельщики находились там. Болельщики ушли уже после того, как горел дом профсоюзов. То есть та часть болельщиков, которая считалась там Харьковская или еще какая-то, да, то есть грубо говоря, вот на тот, как они сказали, шествие, да, там ультрасы футбольных фанатов, там не было практически футбольных фанатов. Там если были, ну буквально их было, ну не знаю, человек может 10, и то не думаю, чтобы прям футбольные фанаты пошли и жгли людей на Куликовом поле. Я думаю, что все одесситы, которые там присутствовали со стороны убийц и этих вандалов, они были все-таки представителями правого сектора, который в Одессе, к сожалению, тоже есть, как и по всей Украине. Я думаю, это было так. Никита Михалков в прямом эфире «Россия-24» позволил себе назвать Одессу бомдыровским городом, а одесситов фактически обвинил в трусости. Как в городе отнеслись к этому факту? Ну вы знаете, все здравомыслящие люди, с которыми я разговаривала, которые очень смотрели эту передачу с Никитой Михалковым, они согласны, конечно, да, он во многом очень прав. Одесса струсила, Одесса не помогла своим людям, когда их сжигали, потому что то количество милиций, которая стояла, смотрела, они тоже все были одесситами, у них был четкий приказ никуда не лезть, никуда не встревать, они его боялись нарушить, да, но опять же, там на Куликовом поле было очень большое количество народа, которые просто стояли и цинично снимали все на камеры, у них не было никакого приказа, они ничего не могли нарушить, не могли спокойно взять дубины и пойти и отлупить тех, кто там был, но люди предпочли безразлично смотреть и снимать на камеры и давать еще какие-то комментарии, я думаю, все-таки в данном контексте, когда сказал Никита Михалков, что здесь Бандеровский город обвинил нас в трусости, в частности, я думаю, процентов на 90 он прав, и все люди, которые не хотят просто сказать, вот я такой хороший, да, а которые понимают, что есть и наша вина горожан, да, что мы не оказались там в нужное время, например, или что кто-то уехал на даче, кто-то просто был выпивший после 1 мая, время было очень удачно выбрано, потому что люди в такое время в Одессе очень мало остаются одесситов, они все уезжают, очень многие просто гуляют на маевках, вот лично мой ребенок ехал с маевки, пока он доехал через это куликово поле, у меня сердце оборвалось, вот, но отчасти Никита Михалков прав. Ну, то, что народ не поддержал или не смог помочь, или не смог после этого как-то подняться, значит ли это, что в городе очень высок процент людей, которые поддерживают Евромайдан сейчас? нет, это не значит, что в городе большой процент людей, которые поддерживают Евромайдан, это значит, что в городе большой процент здравомыслящих людей, которые понимают, что просто с голыми руками идти бросаться под танки, ты никому ничего не поможешь и ничего ты этим никому не докажешь, То есть в городе очень много здравомыслящих людей, которые ждут, чего-то ждут. Город замер. Вот в городе тишина, и это такая звенящая, напряженная тишина. Люди чего-то ждут. Хорошо, теперь несколько вопросов о выборах 25 мая. Насколько я знаю, в Одесской области люди шли голосовать не очень охотно. Самая низкая явка была в Луганской области, а потом сразу шла Одесса. Как на самом деле в Одессе проходили выборы? Расскажите, как очевидец. Я вам скажу, как очевидец. Не я, не все мои знакомые, не семья, не родственники. Голосовать никто не ходил. То есть избирательные участки были пустые. Я, например, придерживаюсь мнения, я его озвучивала своим друзьям, знакомым. Очень многие со мной соглашались, что голос подделать можно. Явку подделать тяжелее. Поэтому очень многие предпочли просто саботировать эти выборы и на них не ходить. Единственное, очень многие люди, боясь за то, что в городе победит мэром Гурвиц, они этого очень сильно не хотели. Они ходили голосовать за мэра города, при этом отказываясь брать бюллетени для голосования за президента страны. Вы считаете Порошенко президентом Украины на данный момент? Конечно, нет. Это все такой фарс, который... Ну, как вам объяснить? Я, например, знала, что Порошенко будет президентом страны еще в январе месяце. То есть все люди, которые умеют мыслить, анализировать, они прекрасно понимали, что у Тимошенко рейтинги уже никакие. То есть экзепол уже проводится не зря. Они прекрасно понимали, у Тимошенко не было шансов, у Кличко не было шансов, у Тегнебока и Яроша тем более. Единственное, кто оставался, это Порошенко, потому что вроде бы якобы, как вот он человек, который работает, и он человек, который держит свои предприятия, значит, он что-то для страны может сделать. Так думали некоторые люди, конечно. Хотя я, например, знаю, что на тех предприятиях, которые принадлежат Порошенко, приходили и давали приказы и голосовать за него, и людей отправлять на Майдан с каждой рабочей семьи, по одному человеку, иначе людей обещали оставить без работы. Поэтому было понятно, что все, кто работает на его предприятиях, соответственно, пойдут за него голосовать. Поэтому ставку сделала Европа непосредственно на Порошенко. Им без разницы, с кем договариваться. Им главное, чтобы человек делал то, что выгодно им. И по поводу выборов мэра Одессы, там тоже очень интересная история, связанная с Гурвицем против Труханова. Вот Труханова многие считают пророссийским политиком. Так ли это? Ну, как вам сказать, не знаю, насколько он пророссийский политик. Я думаю, что просто Труханова считают врагом Гурвица, а Гурвица считают врагом Труханова. Поэтому, в принципе, люди голосовали за Труханова, потому что, опять же, тоже не было других кандидатур, скажем так. И как противника, его выбирали как противника Гурвица. Есть, конечно, у людей надежда, подтверждения нет, но надежда есть, что он все-таки более пророссийский. И не знаю, пока на данный момент я не слышала, чтобы люди чего-то ждали. Ни в целом от него, ни от правительства. Даже если он захочет чего-то сделать такое, что не понравится нашему правительству, я думаю, ему просто не дадут. То есть в отсутствие выбора решили дружить с Трухановым против Гурвица. Все понятно. И несколько слов по поводу средств массовой информации. Вот, в частности, интересуют местные одесские издания. Насколько сейчас они объективны? Ну, местные одесские издания точно так же не объективны, как и все украинские. Я не знаю, почему, конечно, вот для меня, например, да, как для человека, было ужасным открытием для себя понять, что все-таки украинские СМИ настолько все лживые. Вот это непонятная постоянная пропаганда, что Россия объявила нам войну и все такое прочее. Правильно говорил Геббельс. Дайте мне средства массовой информации, и я сделаю из народа стадо баранов. Ну, я думаю, что все наши правительства, наши СМИ, украинские, одесские в том числе, все-таки уверены, что мы стадо баранов. Вот очень убежает, кстати, народ именно то, что правительства и СМИ высказывают свою точку зрения, которая нужна им, реально веря в то, что все люди дураки, что люди настолько отупели, что не могут ни анализировать, ни думать и ни сделать собственных выводов. В Одессе чувствуется информационная блокада? Откуда сейчас одесситы в основном черпают информацию? Ну, только интернет, интернет, интернет и еще раз интернет. Все русские каналы, которые показывают новости в Одессе, на данный момент отключены, соответственно, как и по всей Украине. Поэтому все в интернете. То есть те, которые, допустим, не имеют доступа в интернете, в частности, на работе, где я работала, да, это огромнейший рынок, люди стоят с телефонами, с айпадами, с планшетами, все стоят в интернете, все пересматривают новости, там у соседа, еще у кого-то, все это очень бурно обсуждается, соответственно, все только через интернет. А в интернете трансляцию российских телекомпаний, насколько я знаю, тоже провайдеры как-то пресекают, да? На данный момент, например, у меня, да, не могу сказать, чтобы у меня что-то было пресечено, я могу выйти на все русские каналы, я могу смотреть стримы, опять же, те, кто не могут смотреть русские каналы, они смотрят стримы. Они, например, на Ютубе смотрят видео, которые выкладывают люди, репортажи, которые люди снимают собственноручно, да, то есть, как бы, я считаю, что тот, кто хочет владеть информацией, он ей владеет. Тот, кто не хочет податься на Украинскую, я даже не назову это пропагандой, это просто откровенная ложь. Думаю, что многие люди им верят, потому что просто так удобно, так не надо думать о том, что идет где-то война, что где-то погибают люди. То есть, очень многие мои знакомые, мне все время возмущаются и удивляются. Зачем ты постоянно смотришь новости? Зачем ты постоянно смотришь эти ужасы, которые там показывают? То есть, люди, многие заняли такую позицию страусов, засунули голову в песок и думают, что вокруг ничего не происходит. То есть, получается, город разделился даже на три лагеря. Они нейтральные, да, люди, которые хотят знать правду, и люди, которые упорно верят в то, что пропагандируют российские, украинские СМИ. Получается, а есть ли такое вот среди ваших знакомых, что я знаю ситуации, когда там семьи рушились из-за того, что, например, у жены взгляды, которая поддерживает, разделяет Майдан, а муж настроен абсолютно противоположным образом, и они теряют контакт и не могут даже общаться между собой. Вот такое встречали? Лично, слава Богу, из моих знакомых такое не было. Но вот у знакомых моих знакомых, скажем, вот у меня есть одна знакомая, вот у неё есть подруга. Я точно знаю, что она живёт с мужем, он придерживается взглядов правого сектора. Я сама лично видела, как она неоднократно приходила к ней на работу, плакала, жаловалась, то есть вплоть до того, что он её бьёт, он, ну, то есть человек очень некорректно себя ведёт с ней, и уйти там по каким-то обстоятельствам она от него не может, потому что ей или некуда ехать, или что. Но я такое, да, видела. Не скажу, что это массово. Ну, например, среди моих знакомых, среди моих родственников люди очень многие понимают, что каких бы ты ни придерживался политических взглядов, да, я больше скажу, у меня есть родственник, который не скажу, что поддерживает Майдан, но почему-то по какой-то причине тоже очень сильно против России. Но мы считаем, что мы можем поспорить, там диспут какой-то устроить, да, но ругаться из-за этого мы считаем, что это бессмысленно и глупо. Многие одесситы летом вообще ждут лето с нетерпением и живут, в частности, за счёт аренды квартир приезжим отдыхающим. Это очень такое большое подспорье для многих одесситов, я это знаю. Вот в этом году туристический сезон сорван? Ну, конечно же, он сорван, конечно же, отдыхающих очень мало. Почему-то я вот наблюдаю такую тенденцию, да, что вот в этом году почему-то отдыхающие стали ездить, больше из Западной Украины, из Киева, да, те, которые там, скажем так, украиноговорящие, не на русском языке, я не скажу, что к ним плохо относятся, нет, но почему-то это в средствах массовой информации настолько как-то преподносится, что вот-вот поезд дружбы со Львова приехал в Одессу, вот там Львов приехал на море. Такое складывается впечатление, что за 23 года до этого их вообще в Одессу не пускали. То есть они хотят так всё это обставить, что вот после тех событий, что как-то вот началась вот эта гражданская война у нас, да, что как бы вот почему-то Западная Украина стала чувствоваться гораздо свободнее в этой стране. Вот как-то так это всё смотрится. А приезжих, конечно, очень мало. У меня знакомые работают в гостиницах, в гостинице пустые, соответственно, и те дискотеки, которые массово настроили возле пляжа. То есть сезон, конечно, сорван. Ну и в заключение хочу спросить вас, как вы относитесь к идее Новороссии и поддержат ли одесситы идею Одесской народной республики в составе Новороссии? Я думаю, что поддержат. Это, конечно, моё субъективное мнение. Но все здравомыслящие люди прекрасно понимают, что Украина, ровно как и Белоруссия, да, это центр Европы. То есть это земля, которая всегда будет во все времена лаковым кусочком для соседей, которые захотят её собрать, завоевать там. Любыми разом. После 2 мая Украина умерла для одесситов. Очень хочется, чтобы, я не скажу, чтобы прям Украина возродилась, но хочется, чтобы возродился город, чтобы все страхи забылись, чтобы люди, как всегда, улыбались, выходили 1 апреля и вообще на все большие праздники в город. И чтобы всё-всё-всё у нас было, как раньше. Да, наверное, все одесситы этого хотят. Спасибо ещё раз большое за интервью. До свидания. До свидания.